Возрожденный с советских времен комплекс «Готов к труду и обороне» сегодня шагает не только по стране, но и в прямом смысле по ступеням. Студенты вузов в возрасте от 18 до 24 лет, то есть представители шестой нормативной ступени, впервые стали участниками фестиваля ВФСК ГТО во Владивостоке. Учащиеся ведущих вузов края представили свои команды, которые в течение двух дней будут бороться за отличительные значки физкультурно-спортивного комплекса. Надо уметь подтянуться, надо уметь пробежать, надо уметь кинуть мяч или гранату для разных поколений, надо уметь отжаться и так далее. Вот такие моменты, мне кажется, это живо во все времена, базовые физические способности человека. Испытания все те же, от бега и плавания до прыжков в длину и метания снаряда. Сдать все нормы на золото, за которым по большей части все и пришли, действительно нелегко. И где-то оступиться не получится, ведь для значка нужно пройти 8 испытаний, 4 обязательных и 4 на свое усмотрение. Прошел 7 испытаний идеально, а одну дисциплину закончил серебром, золотого значка не видать. Сложнее всего выполняется плавание, подтягивание. Легче всего это метание и бега. Это все зависит от подготовки, то, что закладывается в спортсменах на начальном этапе, в школах. Ну, возможно, отсутствие, наверное, на начальной подготовке бассейнов и других площадок. Нормы шестой ступени уже под стать результатом профессиональных спортсменов. Например, для золотого значка парням нужно в идеале пробежать 100 метровку за 13,5 секунд, прыгнуть с разбега на расстояние в 4 метра 30 сантиметров и бросить снаряд весом в 700 граммов дальше 35 метров. Для девушек, соответственно, планка ниже, а некоторые испытания и вовсе изменены в пользу более женственных. Кстати, если школьникам знак «Готов к труду и обороне» дает дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ, то студентам он выльется в повышенную стипендию. А так как это приятный бонус, попробовать себя решили более 100 учащихся с самой разной спортивной подготовкой. Занимаюсь плаванием профессионально, кандидат в мастера спорта. Ну и решил сдать ГТО, попробовать себя. Почему бы нет, просто пройти проверку. Ну я уже давно планировала его сдавать, еще хотела весной, когда сборы были, но не получилось. А сейчас поступила в МГУ и вот такая возможность. Пока растягивания только прошли, облина золота. Да. Бег еще неизвестный, результаты нам не сказали, а вот плавнее сейчас будем. Напомню, что с 2016-го испытания комплекса ГТО по всей стране могут выполнять граждане с 1 по 6 возрастные ступени. То есть с 6 до 29 лет. Остальные, более старшие категории населения смогут выполнять нормативы уже со следующего года. Максим Яковлев, Дмитрий Сухоруков. Новости спорта на восьмом.